и снова здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала на привале и сегодня не совсем характерно для моего канала ролик но вполне таки соответствующий мужской тематике нормальных мужиков охотников и рыбаков а также кулинаров ну и так далее не то чтобы нагребло потому что ничего такого я не курил но как-то в рифму пошло природа наверное располагает и сегодня мы котом мы это мой друг абракадабр также известный в определенных кругах как енот и я пан андре также известный определенных кругах как сын сталкера меченого решили выкурить по трубочке самой настоящей курительной трубочки которая намного полезнее или намного менее вредная чем обычные сигареты трубки есть табак есть есть даже фильтры есть специальные фильтры а ну-ка как управляться с этой подаренной трубочкой не в каждую трубку подходим к оживлению диаметра нет трубку на три четверти дюйма например он не подойдет вы 0 штук достаем специальный фильтр вот такой вот бумажной с какими-то наворотами живу какой стороной же его вставлять же 1 верно я думаю он становится почти полностью в мундштук и опять трубки у нас ручной работы это львовского мастера это я не знаю в общем хватит разговоров поехали значит так кто не знает трубка набивается специальным трубочным табачком который отличается от сигаретного не только величиной крошки которая вот сама по себе но еще и тем что он может быть немножко влажный для того понятно что когда открыли пачку он начинает высыхать чтобы этого не происходило в пачку трубочного табака кладут дольку яблока вот как пол пальца кусочек либо просто смоченную влажную губку например она будет увлажнять табак постоянно и так любая трубка набивается в три приема а потом подкуривается также в три приема для начала набьем делай раз трубку насыпается табак насыпаем полную трубочку табака доверху при этом не утрамбовываем просто насыпать вот сюда раз теперь мне надеюсь видно вот так вот табачок сыпется если просыпется не страшно вот теперь можно использовать палец можно использовать специальный пестик можно приспособить под это дело тоже что-нибудь такое и вот этот табак который лежит он уминается аккуратненько таким образом чтобы в трубке осталось свободными две трети всего объема вот так раз прошло вообще табак для чего тут очень важно правильно его умять потому что если утрамбовать слишком сильно будет плохая тяга и будет плохой доступ кислорода к табаку будет плохо гореть если утрамбовать недостаточно сильно то курильщики сигарет плохих сигарет они знают что тоже будет плохо тянуться не будут между собой соприкасаться кусочки табака опять же будет нехорошо итак утрамбовано и на оставшееся место засыпается опять табак опять до вверх вот так это я берем так снова приминаем но на этот раз уже должна остаться треть свободной ну и третий прием то сделай ты опять засыпаем табачок опять доверху с небольшой горочкой немножечко уже можно притамбовать все что лишнее нам это еще пригодится все трубка набита трубку можно теперь начинать раскуривать раскуривается трубка я уже говорил тоже три приема по моему да и он первый нужно поджечь табак который здесь есть ну можно из конечно по всем традициям по науке нужно использовать спичку и зажигалка собак поджигается по кругу примерно так как это раскуривает как он поджигается когда раскуривается сигара по кругу чтобы он равномерно весь разгорел вот но это еще не все мне опять понадобится пестик когда табак сверху загорелся трубка обычно награснет часто тухнет немножечко аккуратненько и легко нужно примять угольки после чего опять таки подкурить трубку все таки нам два приема получили и вот теперь трубка готова к действию ее можно курить как правильно курить трубку во первых этим дымом не затягиваются так как это делаю сигаретным дымом набирается полный я сначала расскажу потом покажу набирается в рот дым полный как получится неполный затем немножко выпускается где-то треть объема добавляем немножко воздуха и как бы перекатываем его по языку и выпускаем опять-таки примерно треть объема через нос дальше выпускаем немножечко через рот опять добавляем воздуха на освободившееся место и так далее то есть набирая дым выпускаем у меня немножечко пожарство потому что я больше говорю выпускаем его поочередно то через нос то через рот для чего это сделано это сделано для того чтобы табачный дым трубочного табака который нередко бывает ароматизированным из специальных сортов очень приятных чтобы он воздействовал на все рецепторы на рецепторы которые находятся во рту которая находится в носу то есть мы его смакуем курим трубку еще хочу сказать есть правило 7 секунд для тех кто курит трубку трубка по мере сгорания табака она разогревается табакин тоже одобряют так вот когда трубка становится в руке уже вроде бы горячей и и прикладывают к щеке и отсчитывают примерно 7 секунд если за этом если вы это время легко выдерживаете трубка то есть без проблем без ожогов без боли значит ее можно курить если нет тогда трубку стоит отложить в сторону момент кыш кыш трубку тогда нужно отложить в сторону она должна сама по себе потухнуть и немножечко остыть после этого ее можно будет снова подкурить но нежелательно оставлять в трубке недокуренный табак на продолжительное время там скажем на час или на день докурить завтра во первых это будет уже неприятно по вкусу во вторых это будет не очень хорошо отразиться на самой трубке потому что вот эта часть она деревянная она впитывает в себя очень сильно запахи там посторонние какие-то смолы то есть можно трубку испортить вот поэтому да вернее не поэтому для того чтобы еще трубку не у нас там мясо ли ее курят не так уж часто настоящий куритель трубок и ценитель имеет коллекцию из нескольких штук и курит их не чаще одного раза в неделю такая вот наука ну и еще скажу может быть что-то забыл уже когда вы трубку выкурили когда она потухла табак выбивается аккуратно постукиванием легким постукиванием о ладонь ни в коем случае не отвердые предметы потому что дерево может расколоться пока вы будете курить в процессе нужно иногда попыхивать то есть не вытягивать отсюда воздух а наоборот туда вдувать для того чтобы обеспечить доступ кислорода к нижней части табака и дальше шел процесс горения то есть трубкой попыхиваем если она у вас иногда тухнет это не страшно два-три раза за весь процесс трубка может потухнуть здесь никакой трагедии не будет если она тухнет значительно чаще и тянется тяжело значит вы слишком плотно трамбует табак ну вот пожалуй и все помните что курение вредит вашему здоровью кстати лично обо мне чтобы вы себе не подумали трубку и то есть сигарет я вообще не курю а трубку я курю по очень большим и важным поводам ну обычно это не чаще двух-трех раз в год я могу себе позволить выкурить в данном случае такой повод приезд сидит рядом да сидит рядом так что всем хорошего настроения всем крепкого здоровья и приятных и та которую подарил мне пан Андрея она мне очень нравится она легко тянется ее объем вполне достаточен для человека который я курю единицу и мне вполне достаточно этого объема и когда нечто продолжительное лучше выкурить трубочку под костерок чем курить сигареты сигареты можно оставить для каких-то это сунита это сунита забыл еще пару моментов таких после курения трубку нужно разобрать так чтобы она просохла тот нагар который в чаше получается его ни в коем случае нельзя выковыривать ничем никаким твердым предметом нельзя побрежать то есть трубка должна быть обожженная так нужно по науке так она дольше всего вам прослужит дерево сохранится вот и в дальнейшем будет лучше куриться и еще один момент ну понятно в процессе курения выделяется слюна когда трубка начинает шкварчать то есть в ней что-то булькать начинает это значит там скопилось уже достаточно большое количество слюны в принципе как бы сигнал о том что трубку уже стоит докурить разобрать и дать ей просохнуть просушивается трубка не меньше суток вот ну то есть конечно курить трубку можно одну и ту же и постоянно и долго так люди бывает и курят но от того насколько часто она будет у вас отдыхать и насколько длительной зависит само долголетие трубки то есть сколько она у вас прослужит вот и все